доброго времени суток всем кто нас сейчас слушает медиасеть хоррор веб представляет подкаст голоса из подвала у микрофона главный редактор сайта зона ужасов михаил парфенов ну или парфенов мс как меня знают в моей так сказать литературной ипостаси как писателя и составителя антологий ужасов вспомнил я об этом не просто так а потому что в наш виртуальный подвал сегодня пробралась моя коллега писатель член союза писателей москвы автор нашумевшего романа в юрки дарья бабулёва дарья леонидовна здрасте добро пожаловать подвал добрый вечер сегодня много вопросов от посетителей нашего сайта к тебе но начну я все-таки с того о чем они тебя не спрашивали в этом месяце насколько знаю ты вела может быть до сих пор еще ведут эти литературные курсы специальные литературные курсы посвященные посвященный жанру ужасов жанру хоррор как все это происходит как это все было но у нас была такая литературная студия литературный семинар где мы немножечко разобрали историю хоррора и архетипов которые в нем присутствуют и собственно там было достаточно много практики то есть мы тренировались писать готические истории мы тренировались писать госстории мы тренировались сочинять были чеки и потом все участники писали финальный рассказ ну и твои твои личные ощущения впечатления обо всем этом мероприятии тебе тебе самой то понравилось да для меня это было такое боевое крещение я конечно сначала очень волновалась но подобрались совершенно замечательные люди и я узнала много нового и во время подготовки и во время самих семинаров и мне кажется нам всем было очень интересно ну отлично думаешь эту историю еще продолжать как-то в будущем если меня пригласят в этом году просто вот летний интенсив его формировала галина юзефович и она позвала в том числе и меня если меня туда позовут еще раз то мне будет уже не так страшно чувствовать себя в роли мастера я как-то привыкла быть учеником или подмастерьем вот и да я бы пожалуй это все дело продолжила но кстати говоря если уж мы вспомнили если уж ты вспомнила про филолога известного критика галина юзефович у тебя уже опубликован ну либо вот вот выйдет этот номер августовский номер журнала эсквайр и в этом номере опубликован твой новый рассказ главный редактор этого журнала писатель сергей минаков насколько знаю приглашенный редактор вот этого конкретного номера это как раз таки галина юзефович и твой рассказ попал в крутую компанию таких именитых модных авторов вроде дмитрия глуховского и же с ним расскажешь об этой истории о своем рассказе собственно о чем он можно ли его еще где-то будет почитать или это эксклюзив эсквайр для этого журнала специально написанный это эксклюзив который я писала именно для эсквайра вот это рассказ мне всегда сложно говорить про что именно я пишу вот но можно сказать что в общем это рассказ про такую гендерную войну это рассказ про противостояние мужчин и женщин мужчины они там любят выпить и соответственно своих дам третируют а дамы находят очень интересный способ их от пьянства вылечить вот способ этот довольно тонический не буду раскрывать детали и вот собственно на этом противостоянии построена вся интрига и там как я это люблю делать совершенно непонятно кто зло кто добро кто прав кто виноват это я предоставляю читателям судить самим ну кто прав кто виноват это обычно по моему и в жизни так бывает в этом плане ты наверное выступаешь как такой писатель реалист ну и к вопросам от посетителей нашего сайта зона ужас я сейчас просто буду зачитывать эти вопросы потому что их очень много я сам не ожидал что будет такое большое количество и так по порядку царь кощеев восьмой человеку с таким замечательным никнеймом спрашивает цитата я вроде бы слышал или читал где-то здесь что помимо прочего дарья бобылева является актером закадрового озвучания и если я не ошибся и это правда так то хотелось бы узнать ударе если это не секрет в каких работах по озвучиванию по озвучке она принимала участие и мог ли я ее голос где-то слышать из того что показывает это правда то из того что показывали по телевизору что же я могу вспомнить сериал борджа его точно показывали сериал калифорникейшн на этом мысль останавливается потому что озвучивать сериалы и смотреть сериалы это две большие разницы как говорят в одессе и как правило я к сожалению очень смутно помню что я озвучивала а можешь припомнить в бордже кого ты озвучила из героев этого сериала просто я недавно вот супругой все три сезона подряд смотрели и очень понравился сам сериал и вот интересно стало узнав сейчас о том что ты участвовал в озвучке кем же ты там была а тут есть такая проблема этих сериалов 2 ты смотрел тот который джереми с джереми айронсом или без него европейский мы смотрели вот тот который с айронсом а тогда к сожалению это не тот сериал вот жаль значит придется смотреть видимо калифорникейшн чтобы услышать твою озвучку далее двигаемся два вопроса я вот так быстро все быстро мы просто вопросов действительно много у нас хотя хронометраж и не ограничен да в нашем подкасте но в то же время он и не безграничен то есть какие-то разумные пределы все равно нужно будет соблюсти два вопроса от моего коллеги сотрудника нашего сайта зона ужасов феликса кривенцова вопрос номер один вам дарья ближе малая или крупная проза малая потому что крупный проза у меня отношения достаточно сложные по такой простой причине что мне быстро становится скучно я вообще я даже люблю не рассказа миниатюры писать вот так что мало конечно мало но в принципе ведь даже твой роман в юрке он такой роман в рассказах как бы да да это сериал это видимо проф деформация второй вопрос от феликса какие произведения вдохновили тебя начать писать если учесть что писать я начала примерно тогда же как говорить сказать мне очень сложно я вот из тех людей кто писал всегда графоманил все детство доставал родителей а потом значит не вручались толстые тетради и говорили дашенька хватит устного народного творчества вот те тетрадка пиши роман вечером я приходил и говорил я написала роман сейчас я вам его прочитаю вот а кто же меня вдохновил кто же мне больше всего нравился в детстве но в первую очередь конечно вспоминается рэй брэдбери мне во втором классе перепала ужасно изданная на каком-то ротопринте книга марсианских хроник где в середину были вклеены листы от начала то есть середины там просто отсутствовало я до сих пор помню как я читала ее под партой и учительница значит она это замечала и меня выгоняли в коридор вслед летела книжка я забиралась на подоконник и все это было счастье я могла до конца урока сидеть и читать свои марсианские хроники так что вот мне кажется литературно воспитал меня в первую очередь рэй брэдбери но он как раз и предпочитал тоже малую форму скажем тогда в основном известен по своим рассказам хотя у него есть замечательные романы крупные произведения всем известны а кстати говоря брэдбери его ведь воспринимают у нас в основном как фантаста да хотя он очень много писал их хоррора и за рубежом даже наверное больше известен как автор именно таких страшных историй страшных рассказов я слышал точнее в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста у нас здесь подвале побывал главный редактор издательства астрелис пб александр прокопович тебе известный наверняка и вот он сказал что ты написала еще и роман фантастический космооперу даже можешь об этом рассказать о есть такое дело но я лучше про это рассказывать не буду тебе стыдно ужас нет ну а серьезно если вот тебя же что-то вдохновило написать эту это произведение она где-то я так понимаю тоже будет издано ну понятно не в серии вот самая страшная книга не как ужасы ну как фантастика видимо и будет издана можешь может быть ты уже можешь рассказать когда эта книга появится в какой может быть серии нет я пока ничего не знаю я только знаю что александру внезапно этот роман понравился а что касается того что вдохновила но наверное вот эти мои любимые с детства писатели рейв редбери филипп дик тоже далеко не в последнюю очередь тоже еще курта вон и гута я помню очень любила и еще меня вдохновил долгое время мною обожаемый сериал доктор кто это такая антинаучная фантастика которая отвергает все каноны вот этого жанра фантастической ксм оперы которые мне кажутся какими-то такими нервически выдержанными строгими и сложными все хочется их как-то мне всегда хочется канона расшатывать вот это была попытка расшатать канона во все стороны это писалось исключительно для себя это было такое guilty pleasure и если это все-таки где-то выйдет я буду конечно очень удивлена еще и больше буду удивлена если это кому-то понравится но это смешно это нелепо это забавно это в какой-то мере так юмористически философично и это очень-очень не стандартно ну по-моему именно этого наш современный читатель ждет этого ему по-моему не хватает так что мне кажется все хорошо будет стать с изданием этой книги с продажами но двигаемся дальше вернемся все-таки в русло нашей кровавой такой хоррор реки да человек под ником red drum пишет интересно узнать как к дарьи приходят идеи страшных историй это какой-то момент из обычной жизни как-то затем интерпретированный коррор ракурсе или это вдохновляющая к написанию оригинальная выдумка о чем-то пугающим некое ядро истории или это что-то интуитивное неясно еще самому автору поначалу какие-то намеки настораживающие которые начинают развиваться по ходу написания с неизвестным до какой-то поры для тебя для автора финалом ну чаще всего последние это что-то интуитивное но еще я конечно очень часто ищу зацепки в окружающей реальности я ищу такие моменты когда вот приходят ощущения что реальность вокруг начинает сбоить и цепляюсь за них бывают даже какие-то реальные моменты я вообще в своей жизни с мистикой к сожалению не встречалась вот так вот прямо в упор но например была у меня прекрасная история когда я значит шла домой по бульвару справа от меня дом слева фонари достаточно низкий и тени всех кто идет по бульвару они отбрасываются на стену четко и впереди идет человек а вот здесь вдоль стены движется его тень я вот иду наблюдаю и неожиданно я понимаю что тень она движется как не так она вот тут опоздала тут сделала какой-то не тот жест и я во все это всматривалась сматривалась думаю неужели наконец-то что-то такое происходит в моей жизни или я все-таки наконец-то сошла с ума потом этот человек завернул за угол а тень она продолжила идти как выяснилось это был другой мужик который просто почему-то шел по газону вдоль стены дома вот вот такие моменты они тоже очень вдохновляют сразу думаешь как во что это как вцепиться в этот момент куда-нибудь его вставить и во что это может вылиться ну и вот продолжаю тему источников вдохновения твоего да еще один вопрос уже от другого нашего пользователя человек под ником аболеон цитирую его вопрос что послужило источником вдохновения для объединения в романе в юрке существ из славянской мифологии с чужеродностью тварей лавкрафта сложно сказать я в принципе существами из славянской мифологии я знакомилась с ними именно по бы личкам по реконструкциям фольклористов то есть по научной литературе и именно вот в первую очередь в быличках то есть в устных рассказах которыми делятся до сих пор делятся люди и в деревнях и в городах в этих быличках там как раз вот эти вот милые фольклорные существа которые которых мы привыкли воспринимать через сказки они там очень хтонические очень какие-то первобытные нелепые и очень жуткие так что возможно хотя я очень люблю лавкрафта возможно это такое соединение оно получилось как сказать без влияния его творчество просто они действительно если смотреть на них с точки зрения фольклористики они действительно воспринимаются так них в них нет ничего вот этого милого родного хороводов и так далее вообще наверное фольклорные сказки вот все эти предания они изначально по своей природе достаточно часто бывают довольно таки жуткими пугающими я по крайней мере много об этом слышал и сам припоминаю что в детстве попадались какие-то сказки завод как-то ненароком обходившие такой вот позднесоветскую цензуру до сказки в которых там какой-то солдат возвращаясь в свою родную деревню встречал там возле колодца живого мертвеца упыряю и вот это очень страшно подробно расписывалась история о том как злые мачехи убивали своих детишек ну то есть не своих чужих детей скармливали их потом отца мы и так далее вот возможно просто вот весь этот бассейн мифов он изначально и нет не такой уж симпатичный и милый как мы привыкли считать тебе так не кажется да он совершенно не симпатичный и не милый он абсолютно чужеродный он какой-то недоговороспособный то есть есть система ритуалов с которой с помощью которых с ними вроде как коммуницировали но так вообще это это реальная хтонь это вот такая вот первобытная хтонь полуоформленная и действительно очень жуткая ну ты вообще очень хорошо по моему разбираешься именно славянской мифологии во всех этих существах потусторонних полубогах каких-то могла бы вот так на вскидку назвать несколько не знаю какое количество 35 может быть сколько получится самых на твой взгляд страшных может быть самых вот чужеродных именно наших славянских мифологических каких-то созданий ну например по опасности для человека в первую очередь в голову приходит банница у нас вообще очень распространена именно вот эта система низших божеств таких гениев места обитателей лесов полей и в том числе построек банница она появляется в бане после того как там прольется первая родовая кровь потому что баня это на самом деле было не просто место куда приходили париться а там рожали женщины и как только значит там родится первый ребенок баня в какой-то мере становится оскверненной и там заводится вот это вот замечательная хтоническая сущность которая еще ее зовут обдирихой потому что если прийти в баню в неурочный час не спросившись у банницы сделать что-то не так как-то ее обидеть она сдирает человека кожу заживо смотрю многие наши мифологические какие-то создания баловались так сказать вот этими не знаю пытки можно ли назвать в общем сдиранием обдиранием кожи с людей потому что вот насколько я слышал мифа предания заложных да вот этих не упокоенных покойников мертвецах насколько я помню их тоже там черте их кожу сдирали катались на них как на животных заложные мертвецы это тоже достаточно жутковатая часть фольклора это люди умершие неправильной смертью то есть правильная смерть это когда человек умирает стареньким в окружении детей внуков правнуков своей постели а если он не прожил свой век или если он допустим занимался колдовством или если его убили или если не дай бог он покончил с собой он превращается в заложного заложный мертвец он не находит упокоение он гоняется за живыми людьми да он всячески стремится причинить им вред упырь тот же самый наш отечественный вампир кстати вот когда я исследовала историю хоррора я так поняла что упыри то они пришли как раз от славяны из восточной европы собственно мы родина вампиров вот заложенные мертвецы превращаются в упырей которые соответственно залезают дома выпивают кровь в общем заложенные мертвецы это тоже очень опасный и тоже опять же недоговороспособные существа что мне больше всего нравится вот в этой славянской хтони она она как как инопланетяне с ними нельзя вот просто вступить в диалог это позднейшие уже наслоение когда с ними пытаются разговаривать когда их ловят на слове а так это это совершенно другой мир русалки это тоже это очень размытый образ это то ли девушки умершие до свадьбы то ли это все кто умер на русальную неделю которая тоже достаточно непонятно и подвижное такое образование она не то до троицы на дня не то после троицы на дня то ли это самоубийцы то ли это утопленницы причем мы по некоторым были личкам русалками могут становиться и парни их в общем-то главная задача ну они просто да это мертвецы которые выходят погулять это видимо какой-то отголосок того как наши предки древние представляли себе собственно души мертвых одна из основных забав русалок одна из основных их функций это увлечь за собой на тот свет еще кого-нибудь кого-нибудь из живых поэтому когда гуляют русалки на русальную неделю это их время нельзя приближаться к рекам нельзя ходить в лес не случайно русалка на ветвях сидит это же сидит не сирена с хвостом которая я соскальзываю а это настоящие русалки у которых нет никаких рыбьих хвостов это некий такие сущности в белом они любят в том числе и качаться на ветвях деревьев двигаемся дальше и у нас очень много вопросов тут на отдельное интервью наверное вопросы от юзера под ником паранорман бейтс дарья вы целенаправленно пишите истории жанра ужасы или пишите истории которые относят к этому жанру то есть садясь за письмо вы изначально хотите чтобы получившуюся историю отнесли именно к этому жанру ну и издали соответствующим образом конечно второй вариант я вообще не знала что я пишу ужасы пока они пришли критики и не сказали мне я просто как-то так вижу мир следующий вопрос от того же пользователя относите ли вы сами свои произведения к этому жанру то есть в принципе ты на этот вопрос уже как бы ответила да ты свои произведения ни к какому жанру получается в принципе не относишь но спокойно воспринимаешь когда их кто-то вот ранжирует что вот это хоррор а это там космоопера это не знаю что то еще критикам виднее они на то нам и даны они должны разбираться что мы там на строчке следующий вопрос при задумывании истории вы учитываете свои собственные страхи или ориентируйтесь на чужие что вам больше нравится делиться своими страхами или пугать своих читателей ну конечно мне больше нравится делиться страхами я вообще никогда не стремлюсь никого напугать а пугают ли тебя твои собственные тексты нет мне кажется что там было ними наоборот когда я все это пишу видимо я эти страхи как-то прорабатываю и меня на самом деле процесс написания всего этого он меня умиротворяет и я очень часто удивляюсь то есть иногда бывает что я задумываю момент так что он должен как-то вот немножко читателя щелкнуть по носу как-то удивить неприятно возможно в да возможно даже напугать но иногда людей пугают совершенно неожиданные для меня вещи моих текстов например но вот во вьюрках мне очень нравится главка про и гошу про вот этого духа некрещеного убиршего во младенчестве ребенка и мне кажется что это существо она но какой-то такой милый безобидный вот как раз она она пытается идти на контакт ну да там орет она страшная и меня очень удивило что многих она страшно напугала ну кстати говоря о существах не знаю можно ли назвать и гошу в каком-то смысле монстром да ну вот еще один вопрос от того же пользователя касается как раз таки темы монстра в жанре ужасов вообще в историях страшных насколько по-вашему важен монстр в истории ужаса какая сцена должна быть в каждом приличном романе ужасов это вот все к одному вопросу если честно понятия не имею какая должна быть сцена мне кажется все должны быть разными они просто должны быть качественно написанными я вот называю соседями тварями тонь и я не знаю какой обязательным ли монстр ну то есть ты об этом не задумывалась я задумывалась но для меня это для меня главный страх как сказать главная проблема в текстах вот которые я пишу это проблема непонимание между людьми этими соседями с этими соседями которые они древнее людей они возможно жили тут гораздо раньше да у них совершенно другая система миропонимания совершенно другая система коммуникации они в общем так человеку равнодушные или так опасно для человека любопытны но они как это сказать-то они несут зло сами по себе всякие смерти конфликты и так далее мне кажется в моих текстах они случаются из-за непонимания между людьми и этими вот созданиями ну то есть твои мифологические монстры в твоей интерпретации они выполняют функцию схожую с той функции и имеет ту же суть да как бы что и зона известном произведении стругацких то есть они просто абсолютно чужды нам людям и вот с этим все сложности связаны даже не абсолютно чужды мы когда то имели систему коммуникации с ними а потом мы и утратили и вот столкновение современного человека материалиста во все это неверящего с на первый взгляд неверящего потому что магическое сознание мы все равно сохранили с вот этой вот первобытных тоню с которой нужно договариваться через какие-то бабушки на ритуалы заговоры и так далее вот это и есть самое пугающее а вообще по-моему самое страшное что есть в страшилках но не люблю я слово коррор это люди вы работаете над текстом по ночам при тусклом освещении под тревожную музыку какую-то специальную как происходит твой творческий процесс как это все устроено нет ни по ночам не по тревожную музыку мне главное выкроить время засадить себя и заставить писать составить план еще предварительно 10 планов потом составить 11 писать поперек него да и задать себе какую-то самодисциплину задать себе рамки что вот я не знаю я буду писать там по часу день или по два часа в день я я все-таки закончу этот рассказ меня самодисциплина и как я думаю у многих пишущих большие большие проблемы ты ведь не слишком активно в социальных сетях да тебя не найдешь в контакте где-то в одноклассниках еще в каких-то таких на таких ресурсах может быть поэтому и так много вопросов кстати от наших читателей потому что мне допустим иногда писали в контакте люди спрашивали то есть прочитав мою книгу связывались со мной через социальную сеть спрашивали задавали какие-то вопросы касающиеся конкретных произведений из этой книги вот собственно тебя не так легко найти в соцсетях с чем это связано ты по характеру интроверт или может быть просто времени у тебя не хватает или жалко времени на то чтобы еще зависать где-то в интернетах я достаточно активно в фейсбуке и это единственная соцсеть которая у меня есть потому что она и так жрет прилично времени вот и если приходит какой-то фидбэк от читателей он приходит туда а так ну да по характеру я пожалуй что интроверт и часто общаться в соцсетях заниматься каким-то самопиаром это вот вообще не могу а скажи а ты сама в какой-то мере в какой-то степени веришь ну вот в некую потусторонний потусторонний некий мир мне конечно очень хочется в это верить и собственно для меня как раз страшилки хоррор фантастика мистика это способ когда это читаю или когда это пья это пишу это способ проработать вот этот главный наш человеческий экзистенциальный страх что в этой абсолютно материальной понятной физикам естественным ученым понятной но понятно и обывателям в какой-то мере что вот в этой вселенной мы одни и все именно так как нам кажется и мне кажется что мистика фантастика хоррор они позволяют нам ощутить вот то что лавкрафт описывал как стук с той стороны стук извне и этот стук извне он очень обнадеживает дает надежду на то что все-таки где-то там что-то еще есть что и не снилось нашим мудрецам до вспоминая слова шекспира вот хороший вопрос хороший как раз связи с тем что ты недавно вела курс вот этих литературных лекций до практику устраивала ты ведь насколько знаю готовясь к вот этой вот этому мероприятию изучала в том числе зарубежную литературу жанровую до отечественную современную литературу прошлых лет и вот вопрос как раз связи с этим американская хоррор традиция как нашим авторам к ней относиться надо ли этому как-то противостоять противопоставлять свое творчество вот заокеанской традиции литературы ужасов или может быть стоит наоборот учиться у них подражать в чем-то западным авторам ну тому же лавкрафту к примеру да ни то ни другое все это нужно впитывать как-то перерабатывать внутри себя и укоренять если идея понравилась если понравилось какое-то направление и укоренять это в нашей действительности то что мне мне кажется главная проблема тех кто пишет у нас сейчас horror то что они слишком ну грубо говоря забивают на наши отечественные современные реалии а самое главное ведь ведь как можно человека впечатлить как можно читателя как можно заставить его поверить то что это действительно возможно это окружить это привычными реалиями из которых постепенно откуда-то из темноты выбирается вот этот вот монстр если вы хотите завести его в вашем тексте вот мне кажется это лично мое мнение что в описании такого быта хорош если уж говорить о зарубежных об американских авторов как раз стивен кинг за у которого постоянно ну по крайней мере в лучших его произведениях постоянно упоминаются какие-то типично американские вот эти вот бытовые штучки лейблы бренды название каких-то групп каких-то баскетбольных команд как каких-то фирм и вот из всего этого потом возникает какой-нибудь там непонятный длинный когтистый палец из раковины вылезает и вот посреди вот всего этого быта реализма внезапно возникает что-то абсолютно unreal да вот нереальное и вот это само по себе пугает ты имеешь ввиду вот такого же рода подход или что-то другое говоря ну вот о том о чем-то только что сказала собственно реализм плюс некая некий элемент вот потустороннего мистики или чего-то такого да я имею ввиду именно это и этим славен не только стивен кинг вот автор госсторий монтаги роджеймс он в как сказать советах тем кто пишет страшные рассказы он как раз писал что пусть действие происходит в местности которую вы знаете пусть время будет недалекое от вашего времени а тот же лавкрафт который казалось бы певец каких-то совершенно потусторонних миров с невозможными тварями он для того чтобы это все привить к реальности он создал целый воображаемый округ сша ну да там и университет мискатоневский да и и целая литература там была придумана им собственно вот это некрономик он араба безумного абдулы аль-хазреда и так далее так далее лавкрафт в этом тоже был силен хотя вот специфичен на мой взгляд вот их явно не перепутаешь друг другом произведение лавкрафта и того же кинга они очень разные да совершенно не перепутаешь но вот этот подход он у них в общем то вот у всех даже трои общий и мне он как раз близок то есть выращивать вот это вот ужасно нужно из окружающей действительности и в этой действительности его нужно укоренять а вот еще один интересный вопрос как ты относишься к смешению смеси разных жанров я как лектики отношусь очень хорошо и меня очень радует то что сейчас границы не то что между жанрами между реализмом и фантастикой они стираются потому что это вообще нормально когда все это начинает смешиваться а что касается того что это может получиться глупо и нелепо да может но все должно быть в меру все нужно дозировать и если автор включается в такую игру он должен отдавать себе отчет что он играет он использует инструментарий постмодернизма который уже хоронили ты его многократно модернизм но инструментарий вот то что можно смешивать все совсем абсолютно главное соблюдать дозировку вот этот инструментарий он нам оставил прекрасные и мне кажется им нужно пользоваться вовсю согласен поддерживать еще один вопрос уже касающийся непосредственно тебя лично твоего творчества что для тебя главное в рассказываемой тобой истории это очень сложный вопрос я не знаю как на него ответить честно но может быть на примере какого-то конкретного рассказа какой-то главы из тех же вьюрков для меня главное абсолютно все для меня важны персонажи для меня важна и моя дорогая любимая хтонь для меня важна психология для меня очень важна стилистика я с ней очень много и долго мучаюсь я люблю всякие стилистические игры меж текстовые связи сложно сказать очень сложно выделить что для меня главное для меня вот текст который как мне кажется мне удался вот этот текст который вот я на него смотрю и мне так ну почти не видно где там торчат нитки это такой монолит если вот он считывается как такой монолит а потом от него остается просто некое впечатление общее вот значит те кто дался один из наших посетителей относит тебя с оговорками да но относится целом к адептом таким фольклорного ужаса как в связи с этим он тебя спрашивает как вы относитесь к ужасу из глубокого космоса из незапамятных времен или про просто из головы то есть из психологии человеческой ой вот психологические ужасы всякое безумие дает очень классно а так нет я не адепт фольклорного ужаса просто как-то вот прикипела я душой к славянскому фольклору я я ведь чуть не пошла учиться в аспирантуру на фольклориста демонолога но как-то не сложилось а так и глубокий космос и зловещая древность и привидения и я не знаю там мутанты которые завелись в подвале по моему это все прекрасно и приятно нас мурашит это все очень здорово я всегда за ну и собственно вытекающий из твоего ответа вопрос по моему совершенно естественным образом если в планах может быть какие-то задумки идеи попробовать написать что-то про не знаю там ужасного инопланетянина как хуто может быть значит такой есть поджанр в кино до зо ужасы и не мал хоррор про ну типа челюсти да вот про акул про крокодилов каких-нибудь может быть в этом направлении у тебя какие то есть мысли идеи сложно сказать планов как обычно громадье и все это как-то нужно собрать засадить себя и систематизировать но вот что касаемо разной природы ужасного вот как раз книги ночной взгляд которая сейчас вышла она это именно сборник рассказов они сериал такой едином сеттинге с едиными персонажами как юрки и там источников ужаса гораздо больше и они в большинстве своем отнюдь не фольклорная ну да ночной взгляд вот только-только начал поступать в книжные магазины по моему только в столице сейчас есть в нескольких интернет магазинах по крайней мере монитория сайты книжных магазинов санкт-петербурга и других городов нашей необъятной родины пока еще нигде не видел ночной взгляд продажи но возможно к тому моменту когда этот выпуск подкаста выйдет книгу уже можно будет купить действительно везде и всюду я знаю что частично туда в этот сборник включены рассказы из твоей самой самой первой книги забытый человек но есть и целый ряд совершенно новых произведений написанных специально вот для вот этого более полного такого более крупного сборника ночной взгляд собственно можешь в нескольких словах описать именно те новые рассказы до которых ну уж точно никто из твоих читателей еще не читал и может прочесть только в книге ночной взгляд но там есть миниатюры мне наконец-то удалось и хоть как-то издать я очень люблю вот вот совсем совсем маленькие рассказы которые писать их сложнее всего потому что каждый стилистический вихор каждый неудачный поворот этого крохотного сюжета это все сразу бар бросается в глаза вот там есть несколько миниатюр там есть большой рассказ из одного из запланированных будущем возможно циклов я хочу поработать именно с городскими легендами так как я все таки то люблю я фольклор ничего с собой не могу поделать вот там значит есть большой рассказ посвященный там использованы и детские страшилки и городские легенды и намешано много всего ну как бы там ни было нового есть и довольно в серьезном количестве так что дорогие наши слушатели покупайте ищите спрашивать в книжных магазинах новая книга дарья бобылёвой ночной взгляд авторский сборник в серии самая страшная книга и одновременно с ночным взглядом вышел дополнительный тираж собственно в юрков ты сама надеялась ожидала что вот этот роман будет иметь такой большой успех какой он какой к нему пришел в итоге потому что ведь далеко прямо скажем не каждый молодой автор до с парой книг за плечами сходу попадает в лонг-листы сразу нескольких крупных литературных премий а в юрки попали и в лонг-лист интер прескона и abs премии большая большая книга ясная поляна он отлично продался у тебя купили опционную экранизацию и вот сейчас выходит дополнительный тираж это действительно успех по нашим сегодня ну не столь уж хорошим наверно для литературы временам это действительно серьезный успех я считаю сама ты могла о таком мечтать предполагать что вот настолько будет тепло встречен критиками читателями твой роман нет конечно я этого не ожидала это все было очень неожиданной и я до сих пор не понимаю что же такое произошло кроме того что романом заинтересовалась галина юзефович вот что спровоцировал этот какой-то прямо скажем бум и это с одной стороны к этому это это очень конечно для меня как для автора приятно но меня это даже так немного пугает потому что я я я правда я я не понимаю что произошло и как и почему вот но будем надеяться что я смогу написать что-нибудь что хотя бы сможет этот внезапный успех повторить будем надеяться что ты как минимум уже написала уже издана да вот книга ночной взгляд что может быть ей удастся повторить этот успех и развить мы будем ждать следующих твоих книг еще возвращаясь к вопросам от наших посетителей от наших пользователей еще один вопрос интересный читаешь ли ты романы ну я немножко перефразирую сам вопрос читаешь ли ты вообще что-то во время своей собственной работы над рассказами или романами то есть читаешь ли ты в это в этот период период в это время произведение каких-то других авторов ну просто я по себе допустим знаю что когда я что-то пишу да и параллельно активно читаю какого-то автора то вот это чтение может на меня повлиять проскакивает какое-то неосознанно наверное копирование стиля до какой-то манеры письма того автора книгу которого я активно читаю параллельно пытаюсь сам что-то написать у тебя такое случалось замечала ли ты за собой вообще читаешь ли ты пока сама работаешь над книга очередной до неосознанное копирование стиля это конечно есть такое дело но с другой стороны бывают книги бывают авторы которые они просто вот настраивают мыслить потоком текста например вот мне кажется когда что-то пишешь очень хорошо почитывать минуту отдыха набокова набокова вообще почитывать всегда хорошо он очень полезен плане обогащение стилистики и вот как раз вот этого мышления текста а так господи до чего я только не читаю и и нон-фикшен художественной литературы сейчас считаю меньше но у меня был трудный период когда я работала я читала самотек то есть рукописи которые присылают никому неизвестные авторы толстом журнале и я у меня конечно у меня была интоксикация зверской графомании и после этого я где-то года три наверное не могла себя заставить читать художественную литературу мне и просто плохела вот сейчас все вроде стало получше но так читаю чего я только не читаю как когда работаем нет иногда бывает что ты если это текст автора у которого какой-нибудь уж очень ярко выраженный стиль иногда бывает то что видишь что это начинает пробиваться потому что он начинает настраивать твои мысли в свою сторону но это бывает не так часто ну и собственно есть ли авторы или может быть книги какие-то конкретные произведения которые ты бы порекомендовала всем ну вот помимо набокова набоку тоже похвалила ой сложно сказать у меня слишком большой список любимых книг а современниками есть такая проблема что то что книги как сказать из прошлого условно говоря классика это для нас уже заботливо отфильтровано весь мусор он выкинут и нет опасности что ты открыв книжки обнаружив что там ужас ужас вот ужас не в нашем смысле а в плохом смысле а поэтому я предпочитаю все-таки книжки которым минимум лет сто вот я очень люблю литературу серебряного века и русского зарубежья вот прямо готова рекомендовать всех 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 оттуда еще кого бы я посоветовала именно любителям мистики брель гарсии маркеса я вот если у меня если мне не пишется если у меня плохое настроение я в очередной раз открываю 100 лет одиночества которые я первый раз прочитала кроме было лет 13 и я до сих пор хожу к этим персонажем в гости с огромным удовольствием вот кого бы я еще могла порекомендовать но их слишком много если именно жанровых тот уже о ком и о кулаком мы уже говорили это бредбери это лавкрафт это ну тот же старый добрый стивен кинг это филипп дик я вот смотрю на свою полочку у тебя большая библиотека домашняя до большая и еще я работаю в букинистическом магазине и идет постоянный процесс перетаскивание ненужных книг уже как сказать для меня морально устаревших в наш магазин и из магазина тоже если что-то попадает там макулатуру в плохом состоянии я оттуда тоже тащу потому что как же переписка блока с белым она мне срочно нужна если попадается что-нибудь по серебряному веку особенно мемуары я это бывает что покупаю сама в нашем магазине вот так что библиотека у меня большая и мне конечно да мне нужен еще один книжный шкаф а кто у тебя любимый поэт серебряного века ой у меня два любимых поэта серебряного века я думаю ты догадываешься о ком речь это вечные антагонисты это конечно ходосевич и георгий иван я вот сказать кого я больше люблю это как папу или маму они оба прекрасны по-своему и у них и они еще стали обалденные совершенно потрясающие мемуары вот я их прямо обожаю вот и до мне попроще нравится мне гумилёв подростком был всегда нравились конкистадор и кстати у него там и страшненькие такие стихи припоминают про крысу которая там за младенцем охотилась там прекрасный был было стихотворение за авторством николай гумилёв слушай тут еще один такой вопрос от нашего посетителя я не знаю вообще насколько он к тебе относится потому что я вот допустим не знал или по крайней мере я не могу припомнить чтобы я слышал такую информацию о тебе человек хочет тебя спросить как переводчика ты вообще переводами занимаешься действительно то есть вот книги которые попадаются в каких-то интернет-магазинах иногда по запросу дарья бабулева и внезапно там появляется книга зарубежного автора где переводчик дарья дарья бабулева это ты как раз да я книг именно переводила это не очень много я в основном перевожу опять же для того же кино вот и еще я переводила некоторое количество современных немецких авторов но это в основном были сборники немецкоязычной драматургии в первую очередь и был еще сборник алекса копю 13 невыдуманных историй вот а больше где меня можно встретить как переводчик как редактора можно встретить редактором переводок я тоже а скажи а фамилия такая спивак тебе о чем-то говорит это было переводчица гарри поттера кажется потому что вопрос вот видимо да потому что я сам вот не в теме я свое время начинал читать гарри поттер ну бросил когда понял что это такой вот длинный сериал в котором злодей вечно остается где-то там где-то там и появится только в самом самом конце вопрос сформулирую раз уж его задают тебе как переводчику если они конечно ничего не путаю этот статок если конечно ничего не путаешь извините не могу не задать вопрос как вы относитесь к тому самому переводу спивак у тебя есть как это отношение к переводу спивак вот гарри поттеру видим имеется виду я гарри поттера читала одну книгу утром 1 января весь дом спал вот а это была единственная книга которую и я нашла и которая входила в мой ослабший мозг это был не перевод спивак но я знаю до меня долетали обрывки вот этого скандала что я так насколько понимаю перевод спивак он был такой очень вольный и он многим не понравился но так как я его не читала и а гарри поттере имеют тоже довольно смутное представление я никак не могу ответить на этот вопрос к сожалению ну вот опять из серии таких немножко странных для меня вопросов да потому что ну может быть я чего-то не знаю такого о тебе что знают люди которые спрашивают известно ли тебе такое понятие категория странные авторы конечно я одна из них вот тогда собственно этот вопрос точно по адресу что это за категория странных авторов и кто в ней с тобой находится еще в этой категории кто у меня и со мной находится это вопрос очень сложный а странные авторы и это как сказать это авторы которые попадают куда-то в зазоры между жанрами или в зазоры между мейнстримом и вот такой сюжетной литературой или в зазор между жанрами и тем что жанровики называют прекрасным словом булл ветра вот абсурдисты часто считаются странным автора странными авторами но самые известные всем нам классический странный автор это даниил харнес например вот а я в свое время писал достаточно много абсурдных рассказов и а вот кого еще назвать не сейчас честно в голову не приходит на самом деле среди моих товарищей литераторов таковых очень много это сейчас какая-то вот мода на странность такую до отстраненность и или это не знаю может быть литературный рост развития самого понятия литература искусства как ты думаешь это не мода это началось очень давно и в нашей литературе мне кажется это выросло из неподцензурной литературы когда как сказать авторы они маскировались использовали странные абсурдистские сюжеты какой-то из опов язык какую-то новую заум просто чтобы их грубо говоря не запретили мне кажется это у нас то выросло вот оттуда и да это в какой-то мере новый этап развития литературы это вот как раз часть того самого смешения жанров размывания рамок про которые я уже говорила и мне кажется это очень такая многообещающая штука раньше странных авторов их было ну вот так вот единицы ну вот вырос один хармс там потом вырос один какой-нибудь дмитрий горчев а сейчас их много и это хорошо ну и говоря о странном опять же пользователь сайта зона ужасов наш постоянный посетитель читатель который несколько раз менял никнеймы свои но вот сейчас он носит такой трудно произносимый англоязычный никнейм space with sun то есть космос солнцем если перевести на русский дословно вот от него на мой взгляд такой достаточно странный вопрос почему литература не может остановить самоуничтожение человечества потому что она не для этого не в бровь а в глаз как говорится слушай ну и завершая уже наш разговор хотелось бы спросить тебя вот о чем ты сказала ну вот буквально пять минут назад что читаешь в основном классику до классическую прозу скажем так от ста лет и больше выдержки да но в прошлом году ты была судьей литературного конкурса чертова дюжина к которому я имею определенное отношение и читала рассказы финалистов да вот собственно эту самую чертову дюжину 13 рассказов которые прошли в финал этого конкурса которые были написаны нашими молодыми и не очень современными авторами в том числе там были рассказы от тех авторов которые издавались в одной серии с тобой и даже по моему в одной антологии с тобой попадали рассказы и их тоже собственно вопрос в этой связи я не буду спрашивать про впечатление да потому что время давно уже был уже скоро год как минует спрошу чисто с практической точки зрения не хочешь ли ты поучаствовать еще раз качестве судьи вот жюри финала конкурса литературного чертова дюжина да пожалуйста это было очень интересно и некоторые рассказы мне совершенно по серьезному понравились отлично ловлю тебя на слове просто в этом году как раз таки я буду организатор этого конкурса и я вот почти но если не в каждом то наверно в каждом втором подкасте по крайней мере когда у меня в гостях здесь литератор бывают я всех вот так подтягиваю договариваюсь со всеми о том чтобы в этом уже году в новом конкурсе чертова дюжина было представительное крутое классное жюри ну что ж спасибо дарья тебе за то что ты стоически выслушивала все вопросы которыми тебя забросали посетители сайта зона ужасов и главный редактор этого сайта парфенов михаил спасибо за твои ответы было интересно надеюсь как-нибудь еще увидимся мы с тобой виделись в москве встречались сообщались если не планируешь или может быть наоборот планируешь посетить самый страшный фестиваль в санкт-петербурге там тебя ждут с большим интересом и наши коллеги писатели и читатели я уверен тоже будут тебя ждать приезжаю получается у нас в конце октября мероприятие в санкт-петербурге приезжай будем рады тебя видеть слышать читать рады тебя всегда и вроде бы сан саныч прокопович главный редактор стрелец пб заикнулся о том что какие-то мероприятия будут проводиться еще и в столице в москве там я так понимаю ты тоже будешь дорогим любимым гостем если тебе конечно это будет в радость самой с удовольствием спасибо большое за приглашение и конечно если у меня будет такая возможность я обязательно приеду и я всегда за всю такую фестивальную всяческую движуху это наша литературная среда и мы должны в ней вращаться ну и последний самый раз последний ну даже не вопрос просьба вполне традиционная твои какие-то советы пожелания рекомендации для начинающих писателей для для уже не начинающих а может быть опытных читателей литературы и ужасов да не только ужасов чтобы ты посоветовала вот современным читателям и авторам что мы вынесли из серия из семинаров ищите странное в окружающей действительности цепляйтесь за это и обязательно обязательно составляйте планы и следите за композицией это самое главное для писателя но мне кажется что со структурированностью да у нас у всех бывают большие проблемы и многие считают что вот они просто рассказывают историю и этого достаточно а на самом деле нет там еще есть структура там есть композиция там есть архитектоника там есть план там все на самом деле очень сложно потому что а вот то что мы тоже вынесли из семинаров и чем я вынесла всем на семинарах мозг то что настоящий полноценный рассказ должен быть событием герменевтики то есть он должен давать возможности простор для различных истолкований и как раз для этого нам нужна структура как раз для этого нам нужен объем и ткань повествования вот если вы собираетесь что-то писать нет если вы собираетесь что-то писать в первый раз то конечно не думайте обо всех этих страшных вещах просто постарайтесь что-нибудь начать и закончить но если вы уже продолжительное время работаете по все-таки меня пожелание вот задумывайтесь обо всяких таких вещах спасибо спасибо дарьи леонидовне бабулёвой которую под финал под финиш нашей с ней беседы вот так вот неожиданно раскрылась как такой адепт структурализма если можно так выразиться литературного ну что ж спасибо за этот разговор и я надеюсь тебе с собой было самой было приятно пообщаться с нами пока с удовольствием